Ребят, а вы заметили вот этот вот? Это же самый первый туалет, по-моему. Он очень похож, прям очень похож, ребята. Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные ролики по скибиде туалетом. На этот раз, ребята, разборчик от Фордала, при том две части, мы, правда, сначала вторую часть посмотрим. В общем, серия вышла рано, я толком ничего не понял, потому что только-только проснулся, записал, и там мне в комментариях прям пишут, вот это ты пропустил, то, сё. И действительно, ну, я разборами-то толком не занимаюсь, но хотел посмотреть детали, и всё равно пропустил. В общем, погнали смотреть, мне очень интересно. Ребят, подписывайтесь на Фордала, ссылочка в описании, лайк. Вот и вышла новая серия скибиде туалет. В этом эпизоде нам дали некоторые ответы касательно истории мира, всего сериала, а также появились новые вопросы. Если этот разбор соберёт 30 тысяч лайков, то я и дальше буду пытаться сделать для вас разборок как можно быстрее. Также не забывайте подписываться на канал и включать уведомления. Подписывайтесь на Фордала, также на меня, ребят, и на телегу тоже. И выходит спойлеры к скибиде туалет. Будет очень приятно, поддержите. Ссылка будет в описании. Серия начинается с того же, на чём закончилась предыдущая. Агенты едут в лифте, как вдруг его начинает трясти, и свет вырубается. Камерамены включают фонарики на камерах и осматриваются. Сверху начинают стучать, и потолок лифта взрывается. Мы видим камерамена, который, по всей видимости, пришёл спасти наш отряд. Но вдруг оказывается, что этот камерамен уже мёртв, и его держит скибидист в Балаклаве. Он кидает тело агента в лифт, и мы замечаем, что на его спине находятся бомбы с кислотой. Она взрывается, но Вантузмен успевает отпрыгнуть от неё в последний момент. Скибидист с Балаклавой запрыгивает в лифт, и сразу же протыкает лапой одного камерамена, пока остальные пытаются его оглушить своими пушками. Скибидист стреляет в Вантузмена, но тот успевает увернуться. Враг уже готовится к следующему выстрелу, но ему в глаза пролетают ножи, которые запустил красный спикермен. Мы слышим, что бомбы, находящиеся за спиной скибидиста, активировались, и вот-вот взорвутся, унеся с собой весь отряд. Но камерамен, которого пронзили, из последних сил хватается за скибидиста, и роняет его с собой в дырку на полу, где погибает вместе со своим врагом, спася тем самым весь отряд. Ещё один агент решил пожертвовать собой, чтобы отряд смог выполнить свою миссию. Теперь из начального отряда в 10 агентов осталось лишь четверо. Камерамены немного прегрустнули, но Вантузмен подходит и берёт с пола оружия погибшего товарища, тем самым показывая отряду, что необходимо и дальше продолжать миссию. Лифт сильно начал трястись, и судя по звукам, он вот-вот должен упасть. Спикермен берёт агентов и переносит их наверх, но когда он уже брал второго агента, лифт начал падать. Вантузмен успел прикрепиться к стене с помощью шипов на руках, и начал ползти вверх. Он оглянулся и увидел, что лифт уже упал. Красный Спикермен решил подать руку, но Вантузмен решил отклонить его предложение. Видимо, он ещё злится на него, из-за ситуации с близнецами. Спикермен отходит в сторону, и Вантузмен сам запрыгивает наверх. Наверху его уже ждёт Красный Камерамен, который сверяет данные с планшета, показывает отряду путь дальше. Повсюду темнота. Видимо, битва титанов наверху вывела из строя всю проводку. Агенты слушают речь скибедистов и осторожно осматриваются. Они увидели скибедистов с фонариками, которых, видимо, послали найти отряд и уничтожить их. Агенты пытаются пройти дальше, стараясь не попасть под фонари. Также они включили режим ночного видения, чтобы узнать, куда им идти. Впереди их ждёт дверь с той же эмблемой, которая была у входа на базу. Но тут неожиданно свет включается. Видимо, скибедистам удалось подчинить электричество. Скибедисты сразу же замечают отряд, но красный камерамен успевает взломать дверь. Они убегают от взрывов, и красный камерамен успевает на ходу взламывать двери впереди и закрывать двери, откуда идут скибедисты. Красный спикермен видит дверь в ангар и ведёт туда наш отряд. Он открывает и сразу же закрывает проход, чтобы забежать успели только агенты. Отряд осматривается и обнаруживает себя на неком складе технологий скибедистов. Тут можно заметить нож, копьё, механическая щупальца, которую мы видели у больших скибедистов ранее. Большой нож, который был у спикермена Титана. Большую камеру, руку камерамена Титана, которую он потерял после взрыва в 65 серии. Большие колонки и стол с какими-то документами. Тут просто дофига всего, просто офигеть. Потом он подходит к столу и видит документы. Там, кстати, я не знаю, Форда увидел, не увидел. В общем, смотрите, ребят. Сейчас, секундочку, сейчас, секундочку, секундочку, ребят. Тоже вам покажу. Вот смотри, только-только начинается. Вот сейчас, вот-вот за ящиком, посмотри, кто у нас там. Смотри, смотри, кто выглядывает, хранитель. Смотри, смотри, смотри. Смотри, что творит, а? Ты просто погляди, а, прячется. Это только агенты. Отряд осматривается и обнаруживает себя на неком складе. Короче, это хранитель прячется, это туалет. Тут можно заметить. Нож, копье. Брежон ученый и астроскибедист. Также, текст на документе написан языком скибедистов. Так что разобрать, что тут написано, не представляется возможным. Я могу предположить, что тут может быть написано. Но об этом чуть позже. Ваттусмен внимательно осматривает документ. И бросает обратно на стол. После чего смотрит на стену, на котором висит плакат. И теперь самое интересное. На плакате изображены ученые и два человека, которые пожимают друг другу руки. И один из этих людей – дафак. Если перевести надпись сверху... Ребят, а вы заметили вот этот вот? Это же самый первый туалет, по-моему. Он очень похож. Прям очень похож, ребята. Ну и это да, то есть это прошлое. Это прошлое, это фака, если что. Нового управляющего. У спонсируемой правительством подземной лаборатории появился новый управляющий. Детали и причины сделки остаются в тайне. 2 июля 1979 год. Если честно, это самый неожиданный поворот и самая загадочная тайна во всем сериале. Из изображения понятно, что со стороны лаборатории стоит человек слева. В то время как новый управляющий – это сам дафак. Но что он здесь делал, и почему он был назначен на такую должность в этой лаборатории? И да, лабораторией, про которую написано в плакате, является эта самая лаборатория, которая имеет название Альфа Хиллс, или же на русском – Альфа Холмы. Теперь понятно, почему тут так много скелетов ученых и военных. Видимо, государство проводило тут необычные опыты, пока не появился дафак и не занял кресло управляющего. Теорий здесь может быть куча, но я расскажу ту, которую я считаю самой правдоподобной. Во-первых, кто такой дафак? Возможно, он изначально не был человеком, а являлся другой расой, теми же компьютерменами, который смог замаскироваться под людей и выйти на правительство, чтобы у него были ресурсы для проведения своих опытов. Если предположить, что дафак является неким джеменом из вселенной Half-Life, то возможно он заранее знал, что астроскибедисты когда-нибудь нападут на Землю, чтобы расширить свою империю. Если же предположить, что он на момент вступления в должность был человеком, то можно было бы понять, откуда у него взялись такие силы. Но опять же, первая теория мне больше инпонирует, так как по многочисленным признакам можно отнести дафаку к другой расе, нежели к людям. А именно, компьютерменам. Что интересно, на столе около плаката стоят два компьютера, что слегка намекает на это. Мы конечно знаем время, в котором разворачивается сериал, но по старости плаката можно предположить, что год на плакате, а именно 1979, был очень давно. Следовательно, раса, которая относится до фак, жила среди людей очень давно, и он ни капли не постарел. Также у меня есть еще некая безумная теория. Скорее всего, многие предположат, что в этих лабораториях создали скибедистов, но это отрицает все остальные факторы. Но что если в этих лабораториях создавали агентов? Сами посудите, если дафак знал о том, что скибедисты в будущем нападут на Землю, то понимая, что человеческая армия не выдержит и нескольких дней, он мог связаться с правительством и рассказать им правду, получить ресурсы, чтобы создать новые расы, которые смогут адаптироваться и противостоять захватчикам. А также создать оружие для агентов. Так и были созданы камерамены, спикермены, Тиви-мены, а главными над ними были компьютер-мены, которые после какого-то инцидента пропали, а дафак уже в наше время пытаются вернуть их. Также, может мне показалось, но ученые на заднем плане стоят не очень довольные. Может они знали, кто такой их новый управляющий. Если у вас также есть теория по поводу этого изображения, то напишите их в комментариях. Мне будет интересно это почитать. А мы возвращаемся к эпизоду. Вантузмен поворачивается и видит, как красный камерамен показывает ему книгу, на облажке которого красуется знак Тиви-менов. Он разводит руками и неодобрительно качает головой. Что же он там такого заметил? Может, как я и раньше предполагал, Тиви-мены как-то сотрудничают вместе со скибедистами. Из моих старых теорий можно понять, что Тиви-мены ведут двойную игру. А именно, делают не то, что нужно для победы агентов над скибедистами, а то, что выгодно им. Вдруг неожиданно механически щупаться. Ну, возможно, не так, а возможно, ребят, знаете что? Может, это просто секрет, как бы они украли вот эти книги и все. И как бы технологию получили вот скибедисты вот эти. Вот и все. Откуда? Откуда от красного камерамена и швырять его в сторону? Это был скибедист, который как-то проник за берега. Да, это он! Причем, этого скибедиста мы встречали раньше. А именно, в сомнении, который в серии этот скибедист с сошитым ртом. На этот раз он обзавелся телевизором, которым начал атаковать агентов, включая красный свет. Кстати, что интересно, когда Вантусмен попал под влияние красного свечения, то на его экране появилась отзеркальная надпись «End Yourself», которую можно перевести как «Закончи с собой». Нам раскрыли, почему красный свет вызывает желание навредить себе. Вантусмен уже потянулся за своей камерой, видимо, чтобы вырвать ее. Но вовремя подоспевший красный спикермен отбрасывает Вантусмена подальше, чтобы тот успел надеть линзу. Вантусмен поворачивается и видит, как второй камерамен без линзы все-таки отрывает камеру. В то время как спикермен обьют, Вантусмен кидает в телевизор свой вантус, тем самым ломая экран. Потом достает пушку и стреляет скибедисту в оба глаза дротиками. Пока скибедиста оглушает спикермен, Вантусмен достает свое оружие и добивает его. Красный спикермен кивает. Вантусмен видит, что красный камерамен уже погиб и поднимает его устройство для взлома и прощается с ним. Кстати, возможно, красный камерамен выжил, но очень сильно ранен. Спикермен разбивает стекло и достает копье. Вантусмен, последуя его примеру, берет сначала наушники, а потом джетпак. Он понимает, как работает устройство для взлома и открывает дверь. Потом подходит к красному спикермену и мы видим, что он также взял тот нож. Они вместе выходят и устремляются дальше. Теперь их осталось только двое. В описании видео сказано, отряд все ближе к ученому. И да, я думаю, что в следующей серии они его встретят и обязательно отомстят за всех погибших товарищей. Кстати, об ученом. Давайте я теперь попытаюсь понять, что же написано в том самом документе, где он изображен вместе с Астерскибедистом. Мое предположение состоит в том, что это некий договор или же контракт. Как я говорил раньше в своих теориях, скибедисты это космическая раса захватчиков. Они поставили ученого и джемена своими наместниками на земле, чтобы они смогли уничтожить на ней все сопротивление и начать добычу ресурсов. Снизу же изображен его куратор, который бы следил за выполнением планов. Но, как мы знаем, ученые джемен не справляются и Астерскибедисты уже появляются в сериале, потому что разочаровались в них. На сегодня все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и телеграм и пишите ваши теории или рассуждения насчет этой серии. Всем пока. Блин, это имба. Вот честно скажу, вот эта серия просто офигенная. Но вот что я заметил, ребят, это вот именно, что вот он прям очень-очень похож на первого Астерскибедиста. Прям помнишь? Вот это вот лицо прям очень похоже. Что вы думаете, ребят? Так, ну что же, мы сейчас отправляемся еще одну, один разборчик посмотрим, ребят. Мы просто не смотрели первую часть, ну, 70-я серия, первая часть. Так что погнали. Ребят, вы ставьте лайки, залетайте в телеграм, это очень-очень важно. Погнали. Блин, ты посмотри, как фортул стал вообще круто делать. Вот бэкграунд вообще клевый-клевый вот это. Бумага, она очень круто. Кибиди Тойлэт. Она вышла очень длинной, но несмотря на это, эпизод получился богатым на события. Я выяснил, что только малая часть моих зрителей подписывайтесь, ставьте лайки. На меня тоже. Подпишитесь на канал и включите уведомления. Это очень поможет моему каналу развиваться дальше. И не забывайте про телеграм, в котором выходят новости про сериал и не только. Ссылка будет в описании. Также, если этот разбор соберет 40 тысяч лайков, то у меня будет больше мотивации продолжать делать качественные разборки и тойлэт. Это начинается с того, как группа агентов защищает окрестность рядом с базой скибедистов. Так, например, один из них закидывает гранату под дверь ангара, пока второй поливает прибывших скибедистов синим пламенем из огнемета. Кстати, это синее пламя похоже на то, которое использует Титан Камерамен из своего ядра. Видимо, технология этого оружия сделана именно на технологии Титана, так как огонь намного мощнее обычного. Дальше мы видим, как наш оператор замечает, что группа камераменов убегает. Один из них, у которого костюм сильно потрепан, использует два дроповика, чтобы прикрыть отступление. Но в него попадает ракета. Кстати, тут мы видим тело какого-то мертвого человека, но самое интересное, что вокруг него лужи крови. В лаборатории мы уже находили скелеты людей, но здесь лежит не скелет, а кто-то, кто погиб совсем недавно. Возможно, он пытался проникнуть на базу скибедистов. Так как охранник получается. Мы видим разного рода сгоревшую технику. Впоследствии из-за поворота выезжает пара скибедистов на колесах и один скибедист-вертолет. Они взрывают еще одного агента. Наш оператор доставит лазерную пушку и уничтожает одного скибедиста за другим, уворачиваясь от снаряда. Кстати, по этой пушке и тому, что наш оператор находится чуть выше обычных агентов, можно понять, что в этот раз мы смотрим эпизод от лица того самого большого камерамена из предыдущего эпизода. Единственный нюанс состоит в том, что у того камерамена рукава были белые, а у нашего черные. Либо это ошибка дофака, либо все-таки мы наблюдаем от лица другого большого камерамена. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Также, хотел немного поговорить об оружии, которое он использует. Как и огнемет агентов, он стреляет другим цветом, нежели обычное оружие. Так как огнемет сделан на основе технологии ядра титана камерамена, то и лазерная пушка сделана на основе ядра титана, но и на этот раз титана спикермена. Перед тем, как оператор взлетает, можно заметить человека, сидящего в машине. Наш оператор взлетает на реактивном ранце и летит в сторону скибедистов, уничтожая пару небольших и одного среднего. Он поворачивается и видит, как по путям прямо из цеха выходят еще тяжеловооруженные скибедисты. Его отвлекает скибедист вертолет, которого он взрывает и взлетает за укрытие, уничтожая еще двух скибедистов и прячется за следующий камень, сбивая еще одного. Как только он расправляется с последним, прилетает мощная ракета. Агент понимает, что ее выпустил тяжеловооруженный скибедист. Пока он подлетает к нему, скибедист закрывается в некий панцирь и наш оператор пытается его уничтожить, готовится взорвать агента, но отвлекается. На взрывы справа от него это летит камерамен Титан. Он врезается в дамбу, тем самым уничтожая путь скибедистов из цеха. Скибедист стреляет лазерами и ракетами по Титану, но Титан уничтожает его своими лазерами на плечах. Эти лазеры появились в прошлой серии, когда прилетело подкрепление агентов. Они выдали спикермену Титану наручные пушки, а камерамену Титану реактивный ранец с этими лазерами, который впоследствии зарядил ТВ-мен Титан. В спину Титана стреляет еще один скибедист, но его ждет судьба предыдущего, несмотря на то, что он пытался закрыться броней. Прилетает еще один скибедист, который атакует Титана четырьмя лазерами, но вдруг из-за спины появляется дым, из которого выходит рука ТВ-мена Титана а вместе с ним на пикирующем скибедисте подлетает спикермен Титан. Он сбивает с себя огонь, но Тиви-мен Титан обращается к нему и говорит задом наперед сделаем это побыстрее и передает ему энергию из ядра, как он это делал в прошлый раз с камерменом Титана. В отличие от него от полученной энергии спикермен Титана аж трясется и как раз вовремя подлетает воздушное подкрепление скибедистов Титан издает рев и начинает очень быстро стрелять из полученных в предыдущей серии орудий а потом взлетает и уничтожает оставшихся в это время камермен Титан хватает с подбистого скибедиста кислотную пушку и сразу же тестирует ее на том же противнике намного лучше чем обычный облет и возвращается как тут скибедисты берут Титана в кольцо но спикермен Титан взлетает включает лазер и начинает быстро кружиться спевая всех как было уже в одной серии он сильно устает и садится на скалу отдохнуть видимо заряд ТВ-мена Титана иногда заканчивается ТВ-мен Титан хвалит спикер-мена Титана также говорят задом наперед 10 из 10 показывая на своем экране мэнфейс из роблокса который в свое время стал мемом Куэпро Титаны слышат мелодию и из-за горы встает скибедист но необычный а тот самый скибедист диджей из далекой 6 серии скибеди Тойлот видимо за все это время своего отсутствия он подкачался и уже готов к противостоянию сразу с тремя Титанами как вдруг из-за спины кто-то его хватает клещнями и разрывает на части как и было написано в описании серии произошло что-то неожиданное этим кем-то оказался астроскибедист он выбрасывает куски скибедиста как мусор в него стреляет камерамен Титан но он хватает снаряды клещнями и отбивает их обратно камерамену Титану далее в него стреляет Тиви-мен Титан но он уворачивается Титан говорит ему задом наперед кем-то себя возомнил и расправляет клину в ответ на что астроскибедист посмеивается видимо он понял что Тиви-мен Титан ему сказал а потом говорит вы все умрете из-за спины астроскибедиста появляется дым и меч Тиви-мена Титана но он уворачивается отбирает клинок и кидает его в Тиви-мена Титана а затем улетает на очень большой скорости скорее похожей на телепортацию оператор поворачивается к Тиви-мену Титану и видит что он успел отразить летящий в него меч своей рукой Тиви-мен Титан достает меч и показывает на экране злой смайлик в это время к оператору подлетает Тиви-вумен а за ней подлетают спикер-вумен и камера-вумен наш оператор встает и показывает им на вход потом сам летит туда и встречается со скибедистом и тут оказывается что все это время за происходящим следил отряд агентов через платшет красного камеромена которые едут в лифте на этот раз оператор это Вантузмен видимо они хотели убедиться что поддержка уже нашла другой вход на базу и уже спешит на помощь все агенты смотрят на Вантузмена и начинает меркнуть цвет далее я покажу вам остаток серии и попрошу вас заметить что-то странное смотрите внимательнее да там близнецы будут да мы уже знаем блин настолько имбово хорошо рассказывает прям фордал ну вот как тут перебивать да интересно же слушать если вы ничего не заметили то не страшно я тоже изначально ничего не заметил давайте расскажу вам что необычного я увидел после того как свет вырубился агенты включают фонарики под камерами и осматриваются а когда один из камераменов поворачивается можно заметить расплывчатый образ других камераменов которые стоят позади нашей группы как только я это заметил то подумал что возможно это некий бах с фм но быстро осознал что такой бах невозможен да фак оставил это неспроста видимо эти камерамены очень важны для сюжета можно было бы списать все на обычных призраков так как вырубился свет и темно но я пошел дальше и могу даже сказать кто эти камерамены и почему они здесь начнем сначала этих камерамены вдвое и они исчезли так же быстро как и появились если бы да фак хотел показать призраков которые погибли здесь то точно бы показал большого камерамена который погиб в другом лифте и точно бы показал побольше агентов давайте я сначала расскажу теорию кем являются эти камерамены а потом попробую обосновать свое предположение эти камерамены близнецы с зелеными галстуками которые погибли не так давно когда спикермен принял тяжелое решение закрыть дверь перед ними чтобы оставшийся отряд смог продолжить миссию дело в том что я и раньше замечал некие странности в поведении близнецов как тогда когда красный камермен взломал дверь с помощью устройства дофака один из близнецов подал ему руку чтобы ее пожать но когда красный камерамен посмотрел на него то близнец сообразил что он делает что-то не так и поменял свою жесть на более привычный а именно показал большой палец то есть можно предположить что они не совсем камерамены но я думаю что они агенты а именно они принадлежат той же расе что и дофак компьютерменам также у них есть зеленые цвета в костюме а по моей теории именно зеленый цвет это цвет компьютерменов на примере дофака мы хорошо видим что умеют компьютермены они умеют взламывать все устройства и также других агентов стирая что-то с экрана или же показывая ложную информацию и тогда можно предположить что они не погибли в тот раз они успели забежать пока дверь не закрылась а остальным агентам которые видели их фейковую смерть они показали иллюзию взломав их тем самым пока не захотят агенты их не увидят и они продолжат свою миссию но что за миссия и почему им выгодно притвориться мертвыми я думаю их миссия состоит в том же что и у красного камерамена который по моим догадкам состоит в том чтобы убить ученого и найти что-то в этом комплексе я знаю что теория может показаться вам притянутой за уши но я думаю что она правдоподобна если у вас тоже есть теории насчет этих камераменов то обязательно пишите их в комментариях я их все читаю что же ждет нас в следующей серии я думаю агенты которые застряли в лифте встретятся со скибедистами которые пытаются проникнуть в лифт возможно это тот самый скибедист который охотился на них до этого и который убил большого камерамена а отряд на поверхности в результате проникнет на базу скибедистов через еще один проход тем самым удастся взять ученого и оставшихся скибедистов в окружение в общем серия вышла действительно отличной и долгое ее ожидание стоило того дофак вышел на новый уровень как в постановке боевых сцен так и в сюжете особенно мне понравилось появление астрас кибедиста и как он в отличие от скибедистов без повода не выражает разные эмоции просто ведет как себя как обычный человек на сегодня все не забывайте ставить лайки оставлять комментарии что вы думаете по поводу новой серии и подпишитесь на мой телеграм-канал если еще не подписаны всем пока ну что же ну блин это очень годно ну честно скажу мне даже вторая больше серия понравилась 70 серия вторая часть имеется ввиду блин там столько всего интересного слушай ну дафак начал вообще прям такую имбу делать лютую прям очень очень интересно ну а в третьей части я думаю ребят да там уже с ученым попрощаемся ну посмотрим посмотрим ладно ребят ставьте лайкосик залетайте в телеграм бай бай дорогие братишки